очередной видеоблогер который приехал к нам в город он тоже из хабаровска как я и он за 10 минут на катание байки успел уже даже уебаться вообще человек терминатор он даже он даже не обратил на это внимание поехал дальше не ныл ничем и заехали в аптечку я уговорил купить йод и ватки сейчас вот он идет купаться типа море лечит нормально подписывайтесь на его канал смотрите че чувак мусит просто дерево какой-то циркулярки поднимаемся на гору на гору оксимирона и так отсюда открывается бесподобный вид лучше этого вида мало найдете если хотите может быть а знаете что самое страшное начинается ебаный дождь вон ведь прям накрывает так все блогеры подоставали свои камеры ради хорошего контента дождик начинает усиливаться но это стоило того я заметил что дождик просто окружил нас со всех сторон до нужно нам подняться еще вон туда и сделать что до темноты всегда можешь развернуться и выйти домой но вот и все дэн царь горы стоит на алтаре и думаю что он самый крутой кто-то даже не обломался и принес это банан вот практически на самой высокой точке в этом городе поднимались до долгих наверно полтора часа до мы останавливались фото лист если мы этого не а и наша звезда идет смотрите за которые опоздал сегодня сюда ты доволен значит ситуация следующая на днях мы взяли вот здесь вот байк за 70 тысяч вы видите вот и чувак на нем разбился сломал себе пальцы полежал больницы мы считали 500 долларов сегодня мы пришли выкупить его паспорт потому что за причиненные повреждения байка нас требует там какое-то количество денег вот сейчас разбираемся сколько чувак из хабары горы чего пострадал вообще жестко упал с байка и вот здесь проскользил на плече сломал пальцы ног улетел в кувет разбил байк на этом буквально два дня у нас по вьетнаме короче потусил съездил посерфить посерфил по асфальту короче на самом себе это прикол в общем договорились на 400 тысячах донгов за ремонт они вообще ничего не хотели брать видать просили его то что он с такой ногой ходят но все-таки пришлось дать как бы мы же все люди мы все понимаем ковыляет бедолага но не унывает потому что на дворе что лето а какой месяц сегодня зима а вот и последствия после падения байка в домашних условиях меняет неправильно перевязать чувак из хабары чувак из хабары снова в деле это лики смерти год 2018 19 начало 19 так так начинается печально год чем же он может закончиться тогда вообще акт небольшого садизма но все во имя того чтобы все это продезинфицировалось вот это покажи что там будет очень вот сюда мы дальше далека далека и бал да братан это пиздец больше не надо точно может она шуише и пашки башка миша она лучше не надо мне пиздец что-то это болевая тема это очень болевая я же говорил я же говорил такое бывает только вот здесь в этой матери комнате в вьетнаме я потомственный доктор патологоанатом а че с раной она просто обволакивает ее или что там не знаю все ребята слушайте что случилось сейчас зашли в магазин купили водички чипсов печенье и йогурта кока-колу и нам насчитали 282 тысячи донга донгов это прям дохера даже если на чек обратить внимание вот они цены 9 400 8 300 21 600 5 400 5 800 и здесь почему-то 200 30 7 тысяч вместо 5 400 что это за и фигня сейчас нам будут короче возвращать бабки а вот этот йогурт который там лежит пробили 40 йогуртов короче 40 чтобы накормить несколько вьетнамских семей походу тебя инвалида сейчас вернут будьте внимательны друзья для того чтобы снять это я забрался на самую высшину высшину вершину все ради хорошего контента она ходит это вообще всем близко от нечанга хрюшки короче у нас ситуация следующая мы не доехали 30 километров до водопадов и колом стали у нас случилось что-то с мопедом вот чувак приехал помочь нам мы ждем механиком короче мир не без добрых людей все друг другу должны помогать каков закон очередное чудо техники аля вьетнам которые возят видимо мусор на нем вообще приблуда четко а еще тут есть смотри вариант экономичный на педалях точно такой же аналог я бы сказал короче он бабуля сидит курит косяк ну тут эта тема вообще актуально своеобразная гранд мазер использует маузер сегодня можно сказать даже историческое событие мой первый концерт за границей не только за границей а вообще в принципе первый сольный концерт это будет у нас происходить в вьетнаме городе нюнчан в баре амигос вот он такой бар народ пока подтягивается о пришел дан познакомились совсем недавно это мой главный хейтер будет лирические песни будут фарт-кор жестко по шлятинам и прочего моя рота в общем я постараюсь выложить все сегодня что будет происходить но я буду с камерой фу блин с камерой я буду занят поэтому за это будут делать мои друзья это не помеха это не помеха это не помеха но ты любишь сверху это не помеха в моей голове твой эхо это не помеха это не помеха Я не знаю, с каким-то чудным образом, но появляются мои семинки из Хабаровска. О, раз, два, три, уже несколько человек. Спасибо, ваши аплодисменты очень сильно мне помогают. Мой голос как будто начинает восстанавливаться, каким-то чудным образом, как будто я присылся кулакопеду.